К другим новостям. 13 декабря 2013 года в Казани прошло совещание по вопросам реализации мероприятий, связанных с выполнением указов президента России 7 мая 2012 года и о бюджетах субъектов ПФО в 2014 и в плановом периоде 15-16 годов. В совещании под председательством полномочного представителя президента России в ПФО Михаила Бабича принял участие и глава Чувашии. Там сегодня работала наша съемочная группа. Открывая совещание, Михаил Бабич сказал, что одна из основных задач в бюджетном процессе – это исполнение майских указов президента России. Идет напряженная работа, но поставленные задачи мы выполняем. Участники встречи обсудили вопрос о достаточности средств, сбалансированности бюджетов, состоянии госдолга в разрезе каждого региона, региональные возможности по участию в инвестиционных процессах и соответствии отраслевых индикаторов дорожным картам. Сегодня как раз глава регионов, которые имеют богатый практический опыт уже и достаточно длительной работы в регионах и уже по исполнению в течение года полутора лет указов президентских, дали очень конструктивные и профессиональные предложения и по оптимизации налоговой политики, и по оптимизации тарифной политики, и по реальному положению дела в отраслях, в образовании, здравоохранении, с точки зрения поиска возможностей по сокращению издержек и, соответственно, повышения доходной части бюджета. Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин проводит серию совещаний с губернаторами и министрами финансов, чтобы подвести итоги исполнения указов президента России и их обеспечены средствами, обсудить региональные бюджеты на перспективу. Цель нашего совещания – проанализировать, насколько определены источники для реализации этих указов, насколько задействованы в полном объеме резервы, которые есть у субъектов Российской Федерации для того, чтобы мобилизовать ресурсы на приоритетах экономической и социально-экономической политики, которые определены. На совещании были проанализированы источники наполнения бюджетов, а также существующие в регионах резервы, которые можно направить на приоритетные проекты. Положительное решение сразу было принято со стороны Министерства финансов Российской Федерации. Антон Гермин Силуанов сказал, что трансферные отношения или дотации на уравнивание бюджетной обеспеченности, они дадут нам в январе месяце, для того, чтобы нормально еще нам иметь определенные запасы, чтобы никаких сбоев не было. Почему я так говорю? Потому что в начале года пополнение доходной части, имеется в виду собственных доходов, это всегда сложно проходит. Год только начинается, новогодние рождественские каникулы, так скажем. И с этой точки зрения мы должны иметь определенный запас. Эти договоренности тоже достигнуты. Продолжение следует...